Открытый разговор с преподавателями проводится ежегодно с целью информирования работников об итогах года, о планах на предстоящий период и поставленных акционерами задачах. На год формируется приказ номер 6 об организации подготовки повышения квалификации, где одним из пунктов обозначено проведение цикла мероприятий. И первая лекция – это всегда открытие, это всегда событие, потому что спикером выступает управляющий директор. Дмитрий Марков подчеркнул важность таких встреч, поскольку далее эта информация будет доведена до трудовых коллективов. Именно такое информирование из первых уст создает условия взаимного доверия и нацеленность на достижение высоких результатов. Управляющий директор рассказал о производственных показателях за 2022 год в выполнении задач, поставленных акционерами на предстоящий период, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Для себя отмечаем, что это очень важно. Производительность труда измеряется и в тысячах рублей на человека, и в тоннах на человека. Вы видите, что мы имеем рост и там, и там, и ставим для себя в целях положительную динамику. Это ключевая история в обеспечении вот этих самых заветных, той самой заветной средней заработной платы, которую мы видим. Северский трубный завод работает в строгом соответствии со всеми нормами и стандартами, выполняя все требования контролирующих органов. Особое место в этом списке занимает экология, производительность и охрана труда. Сегодня перед менеджментом завода стоит задача разработки правил соблюдения порядка на рабочих местах. На ведении поддержания порядка настолько психологически дисциплинирует людей, что это отражается во всем. В безопасности, о чем мы говорили уже. Это привычка. Вот я привык к порядку, и значит у меня вероятность получения какого-то там негативного события ниже. Из положительных моментов на предприятии идет стабильный рост заработной платы. На заводе и в компании в целом особое внимание уделяется обучению сотрудников, повышению квалификации персонала. Еще один не менее важный момент – это вовлеченность заводчан во все эти процессы, заинтересованность работников в личностном росте и применение полученных знаний на производстве. Кроме этого, Дмитрий Марков подчеркнул, что во главе угла не только производство, но и социально ответственный бизнес. В городе созданы все условия для комфортного проживания – культура, спорт, оздоровление детей и работников завода. Все на благо заводчан. Завершилась же эта встреча-лекция с управляющим диалогом. Дмитрий Марков дал возможность всем желающим задать ему интересующие вопросы. Заводчане интересовались перспективами модернизации производства, дотациями на питание и многим другим. Планы на 2023 год достижимы. Ну, конечно, они очень напряженные. Надо работать крайне внимательно. И поэтому я говорил о том, что здесь надо мобилизоваться. Мобилизоваться каждый день на внимание, на вовлечение коллег, на недопущение каких-то ошибок. То есть вот это позволит все-таки прийти к той цели, которая есть. Главная цель – это снижение издержек. Программа повышения эффективности, она направлена на получение эффектов хоть где. То ли за счет повышения производительности труда, то ли за счет снижения издержек, хоть где. Это главное сегодня. И она раскручивает в том числе производительность. Потому что чем выше и стабильнее производство, тем лучше результат. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости 11 канала.